Ребята, всем привет! С вами Александр Мирюрского периода, и у нас тут два турнирщика. В общем-то, турниры очень между собой похожи. Здесь пока что на первом этапе обычный уровень динозавров, но только в одном можно использовать усиление. Итак, мы довольно много динозавриков заняли, но не самых сильных. Ну, в смысле, когда сражались в турнире. Допустим, возьмем, давайте... Ну, пусть Моностиготопс тут всем наваляет. Как посчитать? По 700? Ну, хотя на самом деле его могут-то и пробить. Ой, кто это у меня сбежал? Какая сволочь. Раджа Стега? Так мы же ее, как бы... Это же было еще вчера. Почему это она тут? Поимка? Поимка? Офигеть, сколько их... Поубегало. Ладно. Да, пойдем двумя. Так, ладно, сейчас надо будет как-то навести порядок. Никакой табличкой, там, что кто-то сбежал, не было в начале игры. Так, ну посмотрим. В принципе, Моностиготопсом мы справимся, потому что там Тиранодон, он как бы слабенький. 2-500. 2-200. Отлично. Раз, два. Раз, три, четыре. Ну, в общем-то, я Тирекса сразу буду пробивать на следующий ход. А Тиранодон, ну как-то, что останется, то останется. Он, блядь, у нас пробьет, если не накопит, там, выше 6 баллов, наверное. Так. Потому что Рексу сейчас был хана моментально. Больно. Больно бьет Рекс. Это всего лишь 35-й уровень. Так, а ну-ка, смотрите, Тиранодон, ммм, вообще-то, может и пробить. Он же много баллов на собирал, а ну-ка. Я всего лишь один поставил в защиту, не знаю, почему надо было ставить больше, потому что я его за один удар двоих пробиваю. Такое себе изи-катка. Эх, красавчик, Манасте Готопс. Шикарно выглядит. Мучимся дальше. Так, у нас тоже, как бы, изи-катка. Так, давайте, сбежала, сбежала. А как тебя, как перейти в поимку? Типа так я не могу найти. Как увидеть, кто сбежал? Вот, поймать. Вот так вот. А, ну вот, подождите. Я уже это все сразу же с Тегой делал. Так, отлично. Ну, главное, тут эта полосочка. Фу, еле успел. Блин, не привык, что они еще могут в разном порядке идти, как бы там. Ага, поймал, поймал тебя, животное. Так, мы зарабатываем гены. Так, и сейчас полосочкам будут. Еееееее. Животное сбежало. И скриншотик зачетный. Такие классные арены, да, так, на берегу, на обрыве острова. Зачетно. Так, хорошо, одного поймали. Так, у меня еще Эрлифазавр где-то бегает. Это у меня его, что ли, здесь нет? Должен быть какой-то более логический способ найти сбежавших существ, а? Как вы считаете, есть он или нет? Можно зайти через всех существ. Так. Если мы заглянем сюда, мы что увидим? Хищники. Так, фигня какая-то. Там же было четко написано. Эрлифазавр, по-моему, еще. Так. Не сюда. Давайте сюда. Так, ну, Роджостегу мы сразу и впустим в бой, раз она у нас появилась. Ну, а... А, Эрлифазавр 20-й, вот есть. Это мне, наверное, показалось, да? Ладно. Да, пойдем двумя. Ну, а точнее, одним, а второй просто у нас для страховочки. Так, ну что, более жирная Роджостега. Да. Чуть я не... Да, не посмотрел. Какой у меня чертовски сильный удар. Еще пусть апатозавра 15-го за один удар и будет все. Готово. А, все? Нет, выжил. И... Не выжил. Так, готово. Давайте смотреть дальше. Пфу, пупу, пупу, дальше тоже такая-то лекотня. Хочу пахигаллозаврика взять. Вот одного. Ага, ну на самом деле, вот здесь как бы и подстраховка не помешает. Потому что... Эндоминус из Эндоминуса вполне себе под силам. Тут навалять. Тупуксуара, ема, я еще ее не прокачал. Тупуксуара на дозавра. Работы полно. Никогда ее делать. Так, на самом деле, Эрекса нужно пробивать. А, вот. Прямо сейчас пробивать. Если он на апатозавре зависнет... Не то, как бы накопить балов побольше. Ах, сменился, подлец. Пробил таки, ну ладно. Притирочку, блин, а чуть-чуть не хватало, чтобы выжить. Так, раз, два... Эх ты, е-мое, опять чуть-чуть не хватило. Эндоминус, до свидания. Апатич. Уууу. Наверное, это было больно. А теперь попробуй выдержи это. Кривыться, схавай это. Так, ууу, легендарный Димитродончик, ребята. Кстати, раз у нас... Блин, идея на миллион, ребята. Есть у нас бафну или мозазавра. Значит, это всего лишь вопрос времени, когда у нас бафну тираннозавра. Ну, это же... Сто процентов должно быть так. Прикиньте, у всех, у кого есть тираннозавр, его делают копы таким сильным, как... Ну, как слабее, чем Индораптор, Индоминус. Ну, где-то на уровне... Ну, где-то там. Где-то вот в этом уровне. Подтянут его к Индоминусу. И спиннозавра тоже, кстати, нужно подтянуть. Мм, как вам такие идеи? Думаю, вполне себе должно зайти. Так, давайте мы заглянем, где тут откатился. Надо будет посражаться. Да, далеко довольно откатился. Хотя, не так уж далеко. Там 4 боя. 5... Кажется, десяток боев, да? Там, 700 с чем-то. Боев 15 надо будет провести. Так, ладно. Ну, мы тут сейчас давайте с вами еще 1-2 боя сделаем для закрепления результата. Тут противника должна быть слабая довольно. Откуда мы тут начнем? Это, блин, по свирепости сортировка. Это дурацкая. Пожалуйста, по атаке. Так, потому что свирепость не показатель для выбора. Так. Апатич. Вот этого будет более чем достаточно. Даже Апатич бьет 748, представляете себе? А мы там сражались в районе 500. У нас, по-моему, противники были на стриме. Ой, какие слабенькие. Гигант Ацефал. Можно атаковать. У него ни одного хищника нет. Ему нечего противопоставить нашему гиганту жизни. Так, ну это у нас все-таки подобие реальных игроков. Так, этот противный анпилозавр. Вот и все, да? Ууу, 940 в жизни. Ё-моё. Это супер редкий, даже не сорокого уровня. Капец. Надо вообще каких-то слабых брать. Динозавриков. Ну и все. Зачем я брал три динозавра? Тут можно было взять супер редкого спинозавра и посражаться. Так, давайте сейчас сделаем что? Сейчас мы возьмем спинозавра, например. Ах, эриопсы пролетели. Так, ну 75 генов. Это лучше, чем 17 тысяч еды. Опять это свирепость идиотская. Крутись, крутись. Не так. Все существа. Ладно. Редкость. Блин, так редкость ни черта не даст. Ладно. Мне все равно я хочу спинозавра сейчас искать. Это будет долго. О-о-о. Пролетаем легендарь. О-о-о, нет. Блин, это же будет капец долго. Это все уровни всех. Блин, ну опять. Идиотские сортировки. Почему я не могу выбрать показать не супер редких только? Ё-моё. Вот здесь должна быть выбор. Редкие, супер редкие и так далее. Фильтр, а не сортировка. Эх. Даже не так. Так. Так, тут уже гибриды супер редкие. Эээ, какие показатели лового? Если здесь раптор, значит здесь где-то и спинич. Вот он. Фух. Так, ну а вместо апатича возьмем капатича. Больше времени на прокрутку динозавров, чем на сам бой. Ну вот так. Он последним нужен быть, чтобы мы накопили как можно больше баллов и спинозавр протоковал там хотя бы на 7. Ой, 200, 200, 200. Короче, понятно. Погнали накапливать баллы. Так, Эриопс. Да, это наше турнирное существо, кстати. А почему он не подменяется на маналофазаврах, кто скажет? Потому что он намного слабее. Наверное, как-то так. На все шесть. Пробил. Молодец. Один удар. Ну ладно, два поставлю. Так, и получается, у нас спинозавр съест маналофазавра. Хотя, наверное, надо было подменяться. Надо было спинозаврам попытаться съесть обоих. Да это же ужас какой маналофазавра. Вы смеете, что ли? Смотрите, у меня сейчас спиннич мой будет сильнее. 900 на 250. Да, спиннич сильнее. Ёхи. Здорово. Вот так вот, в общем-то. Эпическая победа спинозавра. Так, ну что, ребятки. Дальше я, пожалуй, буду сражаться уже как-нибудь за кадром в более удобном положении. Дед, прилягу с телефоном и буду сражаться там. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok